Всем привет, друзья! С вами Маракаси. Итак, сегодня я хотел бы показать бой на двухорудийном танке BX-703-2. Ну, так скажем, заценить, на что этот танк вообще способен и стоит ли упорваться в эти коробки, тратить на это деньги, чтобы вытащить этот танк. Ну и также сообщу вам разнообразные полезные новости. Итак, собственно, разработчики решили немножечко апнуть танк, который будет выдаваться за ранговые бои. Называется он Kampfpanzer 50 Ton. Это СТ Германии 9 уровня, естественно, акционный. Ему время перезарядки сделали 8342, было 9.11, то есть уровень минуты возрос. Был 1107, стал 1301. Скорострельность, естественно, тоже немножечко возросла. Было 6.58 выстрелов в минуту, стало 7.19. То есть, в принципе, танк, наверное, неплохой выходит, учитывая то, что его все-таки еще подапали. Ну, посмотрим по итогу, то есть нужно поиграть для начала. Но, конечно, ну, немножечко печально в плане того, что за ранговые бои приходится упарываться на этот танк. То есть можно и не упарываться, и сохранить свои нервы. То есть еще нужно подумать, что важнее, это танк и боны, или нервная система здоровая. И также еще одни изменения, тоже весьма любопытные. Заключаются они в том, что разработчики немножечко изменили ТТХ. В общем-то, это именно другой танк французский, 9 уровня, Project 4.1 он называется. Это у нас уже пятая итерация на супертесте изменения этого танка. Это Франция 9 уровня, средний танк акционный с барабаном, но барабан у него довольно слабый. И так мало того, что барабан у него не очень, так еще его и нерфят. Скорострельность орудия у него была 5.08, стала 4.69. Средний урон в минуту был 1981, стал 1830. Прочность была 1750, стала 1650. И тут, конечно, хочется задать разработчикам вопрос. А вы серьезно специально нерфите подарочные наградные танки, чтобы у игроков полностью пропало желание участвовать во всех этих событиях? И вы думаете, что вы просто, ну, тем самым какой-то баланс делаете, хотя по итогу получается полный отстой. И также появился новый премиум танк сегодня в продаже Т-26Е5, но покупать я бы его не советовал. Не по причине того, что он прям какой-то очень плохой, а просто потому что, ну, какого фига. Его же можно за реферальную программу получить, да и за боны вроде его можно приобрести. Ну, в общем, такие вот дела. Вот коробочки маленькие можно получить, если вы собираете все эти игрушки на камуфляж, то в таком случае это вам как бы пригодится. Также вы сейчас можете наблюдать внешний вид среднего танка 8 уровня, но пока что моделька недоделанная, такая пластилиновая, без текстур. Собственно, это бочистильон 12 тонн МЛЕ-54. Ну, собственно, барабанный средний танк 8 уровня, премиумный. Выглядит, ну, на внешний вид как-то вроде больше смахивает на колесник, а только без колес. Башня, по крайней мере, такая же вот. Но особо ТТХ непримечательный и довольно-таки слабый. На мой субъективный взгляд такое ощущение, что разработчики все-таки понемножечку готовят танки уже подарочные, вот эти вот наградные для всяких событий, там, для ранговых боев, для линии фронта и так далее. Кстати, если вдруг вы не слышали, то за линию фронта и за вот этот вот режим Стальной Охотник, ну, тире, собственно, как по-другому называется Королевская Битва World of Tanks, за эти режимы будут одинаковые танки, скорее всего, в награду, потому что два этих события будут совмещены вместе, как бы, в первой половине года будет линия фронта, а во второй половине года будет Королевская Битва Цельной Охотник. Ну, а если вдруг вы хотите выиграть ценнейшие новогодние коробки или золото, то я рекомендую проделать очень простые вещи, так скажем, лайфхак для вас. Это всего лишь нужно смотреть видео мои почаще. Чем больше видео вы просмотрите и прокомментируете, и оставите свой игровой ник, тем выше шанс у вас попросту выиграть. Разыгрывается два приза в каждом видео. Обычно один приз, но в честь нового года сразу два приза. Один голдовый приз и одна коробка. Поменять призы нельзя. То есть, если выиграл голду, то выиграл голду. Выиграл коробку, выиграл коробку. При этом с коробкой я не предупреждаю, я прям сразу отправляю ее, так что чекайте там видосы. Также, если вдруг вы хотите еще больше халявы, то рекомендую сайт ВотКит, так как ежедневно данный сайт проводит розыгрыш 5000 золота, что вполне даже выгодно поучаствовать. Также на данном сайте самые ценные премиум танки, вот все танки новогоднего календаря легко можно получить себе в ангар. Ссылка на сайт находится в комментариях. Итак, там же вы можете найти промокод, который даст вам бонус. Промокод Маракаси. Пользуйтесь только этим промокодом, иначе, ну, в общем-то, можете упустить халяву. Хорошим способом сейчас фармить опыт будет брать у снегурочек X5, то есть каждый день, если, конечно, вы их заполучили, можно брать бесплатный подарок в ангаре, в разделе есть снегурочек, и дают какую-нибудь случайную игрушку, а также X5, например, на боев 5. И, в принципе, ну, если еще у вас есть опыт, то есть резерв на опыт, ну, часто, в принципе, его можно сейчас выбить из разнообразных ЛБЗ, вы получаете довольно-таки, ну, неплохую, быструю прокачку, плюс зачастую сейчас по акциям еще идут дополнительные X5, ну, выходные в основном, тем самым можно довольно неплохо подкачать какой-либо танк. Ну, и, конечно, у вас сейчас возникает вопрос, какой именно танк наиболее, ну, так важнее прокачать. Ну, на мой взгляд, сейчас пока что лучше всего прокачивать просто какие-то самые имбовые, самые лучшие танки, какие именно, ну, кратко так не ответишь, потому что, ну, во-первых, еще неизвестно, на чем вы любите играть, ну, типа, Объекты 432, там, БЗ-111-5А, Проджета, там, ну, вот такие вот танки, которые в ходу. Именно по замене танков это будет в следующем году. В принципе, я говорил, что сейчас важно вообще прокачивать немецкие и советские танки, потому что они наиболее мудренные по веткам, и разработчики отметили, что в первую очередь будут изменять, конечно же, как раз вот ветки, которые совсем застарели и очень сильно, так скажем, запутанные, усложнены, и вот такие ветки будут упрощать, изменять. Некоторые танки вообще будут выводить из игры полностью, и, как сказали разработчики, опять-таки, с их слов, некоторые ветки вот изменятся очень сильно, и особенно это касается средних уровней, то есть танк исчезает из ветки прокачки, но он остается у вас в ангаре. То есть прокачать его уже нельзя будет, но в ангаре он у вас всегда будет, то есть если вы захотите, вы сможете на нем всегда поиграть. Поэтому и важно прокачивать танки, потому что в дальнейшем у вас будут некоторые эксклюзивные танки, которых у других танкистов не будет. Также, плюс ко всему, вы сможете, возможно, довольно неплохую халяву из этого всего изъять, потому что, ну, попросту будут какие-то, наверняка, замены, какие-то танки улучшатся по ТТХ, и если у вас есть, в общем-то, там какой-нибудь ИС-4, то вполне вероятно в будущем вы получите, ну, довольно такой неплохой улучшенный танк. По крайней мере, я на это надеюсь. Также, что стоит отметить, разработчики говорили о том, что перки переделывают, при этом очень глобально переделывают, не то, что там чуть-чуть там что-то изменит, а перки будут играть гораздо большую роль, чем сейчас, но они и сейчас важны, но в следующем году после переделки перков вообще все изменится колоссально, потому что, ну, от перков будет зависеть, не знаю, 50% успеха, насколько твой танк гнет или не гнет. Поэтому так и важно, в общем-то, прокачивать перки, потому что в таком вот виде вы сможете в дальнейшем получить более опытный экипаж, больше крутых перков. Поэтому не ленитесь, используйте сейчас резервы на фарм опыта, старайтесь пользоваться разнообразными акциями, ну, и вообще там играйте и прокачивайте экипаж, если есть возможность тоже какой-то халявный экипаж или почти халявный экипаж, например, с Твич Прайма, забирайте, так как это все тоже в копилку пойдет, в общий опыт, не будет больше никаких там заряжающих, механиков, водителей, будет как в кораблях, один командир, и он всем как бы будет управлять, у него будут все перки. Ну, а весь экипаж, который у вас сейчас есть, он не исчезнет, да, он исчезнет, но опыт из него как бы пойдет в опыт командира, сразу весь опыт, поэтому так и важно иметь сейчас прокачиванный экипаж, чем больше у вас перков, тем лучше, короче, потому что в таком случае вы сможете в дальнейшем реально имбовать за счет того, что у вас там будет какой-нибудь танк, хороший имбовый, плюс хороший имбовый экипаж, и вы тем самым уже будете сильнее других. Также, что стоит отметить, очень важно то, что разработчики еще и изменят и оборудование, поэтому ждите того, что и оборудование будет играть большую роль, но в принципе с оборудованием сейчас особо никак не подготовишься, то есть, ну, его и потом можно будет, естественно, приобрести, просто появится новое оборудование, но насчет этого я бы рекомендовал бы вам просто экономически развиваться в игре, то есть иметь побольше свободного серебра, или может быть там чего-то, что можно продать в дальнейшем и купить более важные вещи. Вот такие вот дела, друзья. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok